Аль-Хиджр. Сура, неспосланная в Мекке. Состоит из девяносто девяти аятов. Хиджр. Хегра. Местность на северо-западе Аравийского полуострова. С именем Аллаха, милостивого ко всем на этом свете, милующего лишь верующих на том свете. Первый аят. Алиф лам ра. Это аяты священной книги и ясного Кур'ана. Второй аят. Неверующие в миг смерти и после нее, осознавая ужас своего положения, обязательно захотят стать мусульманами. Третий аят. Оставь их, о Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям. Пусть они пьют, едят и пользуются земными благами. Надежды на долгую жизнь и земное благополучие отвлекают их от веры и поклонения. Но скоро, в момент смерти, они узнают всю правду. Четвертый аят. И каждое селение, которое мы погубили, имело на то известное предписание. Все наказания происходили согласно предвечному знанию Всевышнего Аллаха, и поэтому в этом установлении не может быть изменения. Пятый аят. Ни одна община и ни один народ не может ни приблизить свой срок, ни отдалить его. У каждой из цивилизаций был срок появления и исчезновения, установленный Аллахом. Никто и ничто не могло этот срок изменить. Шестой аят. Они, неверующие, сказали, издеваясь над посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. О, тот, кому не спослано наставление. Кур'ан. На самом же деле ты, сумасшедший. Седьмой аят. Почему ты не привел к нам ангелов, которые подтвердили бы твои слова, если ты правдив в своих утверждениях? Восьмой аят. Мы не спосылаем ангелов лишь с истиной, когда считаем нужным, и тогда никому, кто, встретившись с этими ангелами, не уверовал, не будет дана отсрочка. Девятый аят. Поистине, мы не спослали Кур'ан как наставление, и мы, без сомнения, сохраним его от искажений и изменений. Десятый аят. И мы уже отправляли до тебя, Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям, посланников к прежним общинам, чтобы они наставляли их. Одиннадцатый аят. Но над каждым посланником, который приходил к ним, они издевались. Двенадцатый аят. Как мы внедряли неверие в сердца неверующих прошлого, так же мы внедряем его, неверие, в сердца преступников из язычников. Тринадцатый аят. Язычники не поверят в него, Кур'ан, хотя таков был путь прежних народов. Они знают, что неверующие прошлого были уничтожены за то, что не верили в пророков и священные писания. Четырнадцатый аят. И даже если мы открыли бы для них, тех, кто из упрямства требует явить им чудо, врата небес, чтобы они поднялись туда. Пятнадцатый аят. То все равно из упрямства они обязательно бы сказали, наши взгляды затуманены, нам это все просто привиделось, и нас просто околдовали. Шестнадцатый аят. Поистине, мы создали в небе созвездие, украсив его для наблюдателей. Человека радует взгляд на звездное небо, это наполняет его сердце покоем и наталкивает на мысли о величии Вселенной и ее Творца. Семнадцатый аят. Мы охраняем небеса от каждого побиваемого камнями и проклятого шайтана. Восемнадцатый аят. А если он, какой-нибудь шайтан, станет подслушивать тайком разговоры ангелов, то за ним вдогонку летит яркий метеор, который собьет джин с небес. Девятнадцатый аят. И мы расстелили землю, поставили на ней горы и вырастили на ней разные ценные вещи. Почти тысячи лет назад великий ученый имам Фахруддин Ар-Рази писал, «Земля имеет форму шара и величественна в своих размерах. И каждая часть этого огромного шара, если смотреть на него в отдельности, кажется плоской. Поэтому нет никаких затруднений в том, что части плоские, а земля шарообразна». Двадцатый аят. «Мы создали на ней пропитание для вас и для тех, кого кормите не вы. Все живое наделяет пропитанием лишь Всевышний Аллах». Двадцать первый аят. «И сокровищницы всего, чем пользуются творения, у нас. Все находится под нашим управлением. И низводим мы их строго в определенном количестве». Двадцать второй аят. «И мы отправили ветры, несущие дождевые облака, а затем низвели с неба воду и напоили вас ею. И вы не можете ее хранить. Вода либо уходит в землю, либо испаряется». Двадцать третий аят. «Поистине мы даем жизнь и забираем ее. И нам остается все. Все творения умрут, а Аллах останется». Двадцать четвертый аят. «Поистине мы знаем всех, кто жил раньше, и всех, кто жил позже. И Аллах знает все творения от начала мира до его конца». Двадцать пятый аят. «Поистине твой Господь соберет их всех, творения. Он мудрый, знающий». Двадцать шестой аят. «И мы же создали первого человека, Адама. Али-Иссалям, из сухой и звонкой глины, полученной из измененной черной земли». Двадцать седьмой аят. «А до того, до сотворения Адама, Али-Иссалям, мы создали джинов из яркого огня, не дающего дыма». Двадцать восьмой аят. «И вот сказал твой Господь ангелам, «Поистине, я сотворю человека из сухой и звонкой глины, полученной из измененной черной земли». Двадцать девятый аят. «А когда я придам ему нужный облик и вдохну в него от моего духа, созданного Аллахом и принадлежащего ему, то есть оживлю человека, то совершите перед ним земной поклон в качестве приветствия». Тридцатый аят. «И все ангелы до единого совершили земной поклон». Тридцать первый аят. За исключением Иблиса. Он отказался совершать земной поклон Адаму, Али-Иссалям. Тридцать второй аят. Всевышний Аллах спросил, «О, Иблис, что с тобой? Почему ты не совершил земной поклон?» Когда Всевышний Аллах создал человека, создал в нем душу, то все ангелы совершили ему земной поклон, кроме Иблиса, который отказался совершить земной поклон Адаму, Али-Иссалям, из зависти и злобы. И Всевышний Аллах спросил его, «Иблис, что с тобой? Почему ты не совершил земной поклон?» Иными словами, что помешало тебе поклониться? «О, Бари». Тридцать третий аят. Он ответил, «Не подобает мне кланяться перед человеком, которого ты сотворил из сухой и звонкой глины, полученной из измененной черной земли». Тридцать четвертый аят. Всевышний Аллах сказал, «Выйди отсюда, покинь небеса, отныне ты лишен всех благ, проклят, и побиваем камнями». Тридцать пятый аят. «И поистине, проклятие на тебе до судного дня». Тридцать шестой аят. Иблис сказал, «Господь мой, дай мне отсрочку до того дня, когда они, потомки Адама, алейхиссалям, будут воскрешены». Тридцать седьмой аят. «Аллах ответил, поистине, тебе дана отсрочка». Тридцать восьмой аят. «До определенного моей волей дня». Тридцать девятый аят. Иблис сказал, «Господи, за то, что ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу им земные блага, заставлю их совершать грехи и непременно собью их всех с истинного пути». Сороковой аят. «Кроме твоих самых искренних верующих рабов». Сорок первый аят. Всевышний Аллах сказал, «Это вера и искренность, прямой путь ко мне и защита от козни иблиса». Сорок второй аят. «Поистине, у тебя не будет власти над моими верующими рабами. Ты не сможешь ввести в заблуждение, за исключением заблудших, которые последуют за тобой». Сорок третий аят. «И поистине, ад — это место, обещанное им всем, кто последует за тобой». Сорок четвертый аят. У него семь ворот. В каждые из них войдет определенная часть обитателей ада. Сорок пятый аят. «Поистине, богобоязненные окажутся в райских садах у источников в блаженстве и наслаждении». Сорок шестой аят. «При входе в рай им будет сказано, войдите сюда с миром и защитой от любых бедствий, будучи в безопасности». Сорок седьмой аят. «До входа в рай мы удалим из их сердец злобу, враждебность и ненависть друг к другу, и они, как братья, будут сидеть на ложах лицом друг к другу». Сорок восьмой аят. «Там их не постигнет усталость, их оттуда не изгонят никогда». Сорок девятый аят. «Сообщи моим рабам, о Мухаммад», да благословит его Аллах и да приветствует, что поистине я прощающий их грехи, милующий». Пятидесятый аят. «Но наказание мое наказание болезненное». Пятьдесят первый аят. «Расскажи им, о Мухаммад саллиллаху алейхи ва саллим об ангелах, гостях Ибрахима, мир ему, и о том, что там произошло». Пятьдесят второй аят. «Вот они зашли к нему и сказали «Салям, мир». Позже Ибрахим алейхиссалям сказал, после того, как гости отказались от угощения, «Поистине мы опасаемся вас». Пятьдесят третий аят. «Они ответили, «Не бойся, поистине мы принесли тебе радостную весть об ученом сыне по имени Исхаб алейхиссалям». Пятьдесят четвертый аят. «Он спросил, «Вы сообщаете мне эту радостную весть, хотя я уже достиг преклонных лет. Этим вы хотите меня обрадовать?» Вопрос был вызван крайним изумлением пророка». Пятьдесят пятый аят. «Ангелы ответили, «Мы радуем тебя правдивой новостью. Не отчаивайся, никогда не теряй надежду на милость Аллаха. То есть мы сообщаем тебе явную истину, поэтому не считай это невозможным и не сомневайся в этом». Ибн дюзай аль кальби. Пятьдесят шестой аят. Он воскликнул, «Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме неверующих и блуждающих вдали от истины?» Ибрагим алейхиссалям удивился, потому что такое событие необычно, но он не сомневался в могуществе Всевышнего Аллаха, который способен создать человека и без посредничества отца и матери. Что уж говорить о пожилом мужчине и пожилой женщине, поэтому он ответил так, «Байдауи». Пятьдесят седьмой аят. Затем он спросил, «Какова же, помимо радостной вести о ребенке, которую вы принесли мне, ваша цель? С чем вы пришли, о посланцы?» Пятьдесят восьмой аят. Они ответили, «Мы отправлены с наказанием к грешным людям, народу Лута». Алейхиссалям. Пятьдесят девятый аят. «И только всю семью Лута Алейхиссалям мы спасем». Шестидесятый аят. Кроме его жены. «Мы, по указанию Аллаха Всевышнего, решили, что она останется позади и погибнет вместе с неверующими». Шестьдесят первый аят. «И когда посланцы пришли к Луту», шестьдесят второй аят. Лут, алейхиссалям, сказал им, «Поистине вы, люди незнакомые в этих местах». Пророк боялся за их безопасность. Шестьдесят третий аят. «Ангелы сказали, мы пришли к тебе с тем, Карой, в чем они сомневались». Шестьдесят четвертый аят. «Мы принесли тебе истину, которая обязательно осуществится, и мы правдивы в наших словах». Шестьдесят пятый аят. «Выведи свою семью ночью из селения и сам иди следом за ними, и пусть никто из вас не оборачивается. Идите туда, в Шам, куда вам велено переселиться». Шестьдесят шестой аят. «И мы передали ему, Луту, алейхиссалям, решение, что к утру все они будут уничтожены». Шестьдесят седьмой аят. «И жители города, узнав, что в доме у Лута, алейхиссалям, находятся красивые молодые люди, пришли к нему, ликуя и радуясь». Шестьдесят восьмой аят. Он сказал им, «Это мои гости, не позорьте же меня, замышляя зло против них». Шестьдесят девятый аят. «Побойтесь же Аллаха и не унижайте меня». Семидесятый аят. «Люди сказали, «Разве мы не запретили тебе защищать любого в мирах, а также принимать гостей». Семьдесят первый аят. Лут алейхиссалям ответил, «Вот мои дочери, можете жениться на них, если уж вы делаете это, удовлетворяете свою похоть, то хотя бы делайте это естественным и законным путем». Семьдесят второй аят. «Клянусь твоей, о Мухаммад салли Аллаху алейх вас салли жизнью, они, народ Лута алейхиссалям бродили опьяненные». Семьдесят третий аят. «А на восходе солнца их погубил жуткий крик». Семьдесят четвертый аят. «Мы на крыле Джибрииля алейхиссалям перевернули их семь селений, в которых жил народ Лута, мир ему, вверх дном, и обрушили на них камни из обожженной глины. Семьдесят пятый аят. «Поистине, в этом рассказе знамение для прозорливых». Семьдесят шестой аят. «Поистине, они жили и оставили след на прямой известной мекканцам дороге». Семьдесят седьмой аят. «Поистине, в этом рассказе знамение для верующих». Семьдесят восьмой аят. «И жители Айки, народ Шуайба алейхиссалям, также были злодеями, неверующими и грешными». Семьдесят девятый аят. «Мы покарали их, низвергнув на них огонь из тучи. Поистине, они, оба народа, Лута и Шуайба алейхима салям, прошли ясный путь к гибели». Восьмидесятый аят. «И жители Аль-Хиджра, Самудяне, к которым был направлен Салих алейхиссалям, тоже посчитали лжецами направленных к ним посланников, отвергнув Салиха, мир ему». Восемьдесят первый аят. «Мы явили им наши знамения, чудеса, вывели для них из скалы большую беременную верблюдицу, но они отвернулись от них и не извлекли урока». Восемьдесят второй аят. «И они высекали для себя в горах надежные жилища». Восемьдесят третий аят. «Но на заре их поразил крик и землетрясение». Восемьдесят четвертый аят. «И не защитило их от наказания ничто из того, что они приобретали, накапливая богатство и строя крепкие дома». Восемьдесят пятый аят. «И мы сотворили небеса, землю и все, что между ними, только по истине, не без мудрости, но как место испытания для людей и джинов. Час, судный день, обязательно наступят, поэтому рано или поздно мы накажем неверующих. Поэтому оставь их красиво и не обращай внимания на их слова и дела». Восемьдесят шестой аят. «Поистине твой Господь создатель этой вселенной, знающий абсолютно все». Восемьдесят седьмой аят. «Мы уже даровали тебе, о Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, семь повторяемых аятов суры Аль-Фатиха и Великий Кур'ан». Восемьдесят восьмой аят. «Не смотри же в сторону материальных благ, которыми мы наделили некоторых из них, и не печалься о них из-за их неверия, и опусти крылья милосердия перед верующими, будь с ними мягок, добр и терпелив». Восемьдесят девятый аят. «И скажи этим язычникам, о Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, поистине я тот, кто предупреждает неверующих о наказании понятным им способом». Девяностый аят. «Мы также не спаслали таурат и инжиль разделяющим, то есть иудеям и христианам, которые приняли одну часть Писания и отвергли другую». Девяносто первый аят. «Которые поделили Кур'ан на части». Девяносто второй аят. «И клянусь Твоим Господом, мы непременно всех их спросим». Девяносто третий аят. «Обо всем, что они делали в земной жизни». Девяносто четвертый аят. «Так доведи, о Мухаммад, саллиллаху алейху саллиллаху до людей то из откровения, что тебе приказано Аллахом и отвернись от язычников, не придавай значение их словам и не обращай внимания на их поступки». Девяносто пятый аят. «Поистине мы избавили тебя от насмешников». Девяносто шестой аят. «Они поклонялись наряду с Аллахом другим богам, но скоро они узнают свою участь в вечной жизни». Девяносто седьмой аят. «И мы знаем, что их слова ранят тебя». Девяносто восьмой аят. «Но вославь же Господа своего хвалой в знак благодарности за благо ислама и совершая намаз, будь одним из тех, кто совершает земные поклоны, выполняющих намаз». Девяносто девятый аят. «И поклоняйся Господу твоему, пока убежденность смерть не придет к тебе». свято «Но н наслаж Продолжение следует...